Санкт-Петербургский коллега из Санкт-Петербургского университета Зыкин Павел Александрович. Тема доклада – исследование пели... Сам скажите. Тема доклада – это исследование пели аллокортекса человека с помощью слоя специфичных нейрональных маркеров бирков. Я хотел выразить благодарность за возможность рассказать о наших текущих исследованиях на этой секции конференции и сразу же несколько вопросов, которые возникают. А почему это нужно исследовать на человеке? И почему именно пели аллокортекартикальные формации? Дело в том, что сейчас наблюдается рост различных заболеваний, имеющих отношение к формированию мозга человека. И это и СДВГ, и это и аутизм, и такие заболевания более понятные, как, например, детский церебральный паралич. Но проблема здесь возникает в следующем. Если будем говорить об этих заболеваниях, они не являются моногенными, то есть они не наследуются одним геном. И здесь скорее можно говорить о фенотипической изменчивости. При, в некоторых случаях, на близнецовом методе показано, генотипической стабильности. То есть эти заболевания – это проявление во многом фенотипической изменчивости. Таким образом, нельзя выделить один фактор, который бы на них влиял. Второй момент. К сожалению, нет хороших моделей животных, которые могли бы показать нам развитие этого заболевания. И здесь очень многое связано с тем, что, если мы будем говорить о нейронах, у них есть так называемые критические фазы развития. Ведь для каждого нейрона после его появления первая фаза – это деление клетки предшественника. Здесь действительно возможны моногенные заболевания, они описаны. Более того, возможны жесткие воздействия, например, вирус Зика, который поражает как раз на этом этапе развития нервной клетки. Но в любом случае достаточно жестко, стабильно происходящий процесс. Следующий процесс – это миграция. Здесь тоже есть целый набор генетически детерминированных факторов, которые приводят к различным заболеваниям. Дабл-картин, например, проблемы с риелиновой секрецией и так далее. Но это, опять же, очень жестко заложено, действительно, может быть моногенным. А вот дальше есть достаточно продолжительная фаза, когда нейрон завершил миграцию, и он должен специализироваться, дифференцироваться. Здесь понятно, что нейронов у нас продуцируется намного больше, потом происходит их отбор. По сути дела, селекция. Каждому нейрону, для того, чтобы остаться потом в коре, занять какое-то место, необходимо получить те сигналы антиапаптетические, которые он должен получить, не получить сигналы пропаптетические, которые могут его тоже заставить пойти по апаптозу. И более того, он очень чувствительен к различным внешним воздействиям. Например, понятно, что если мы говорим о пренатальном периоде развития, то это гипоксия, которая приводит, как ни странно, к экзотинному стрессу. Кроме этого, еще одна проблема, которую здесь тоже можно сказать, что если мы будем говорить о фенотипической изменчивости, понятно, что возможность этой изменчивости с возрастом падает. И искать причины этих заболеваний тогда нужно в именно этих критических периодах, то есть в пренатальном развитии и в раннем постнатальном развитии. Однако, опять же, возвращаясь к животным моделям. Животная модель развития коры описывает только хорошо первый триместр развития. Классические работы Альтмана, Байера, 90-е годы прошлого века, показали, что для человека и для грызунов можно попробовать проанализировать только первый триместр. Дальше мы расходимся, грызуны после первого триместра рождаются, и нейрон находится при других совершенно условиях, хотя бы оксигенация. А человек еще целых два триместра находится внутриутробно, и во время этого развития, возможно, различные воздействия. Поэтому понятно, что здесь нужно изучать пренатальный период. Второй вопрос, а почему, собственно говоря, перелокортикальная формация? Ведь действительно, при этих заболеваниях показаны изменения коры, показаны изменения гиппокампа, но, как ни странно, при этих заболеваниях показаны и изменения такой интересной области, как энторинальная кора. К ней достаточно высокий интерес по многим причинам. Прежде всего, когда учили анатомию, скорее всего, эту кору представляли просто как некий переходный период между, скажем, новой корой и старой корой, древней корой и так далее. И достаточно мало внимания ей уделялось. С другой стороны, если мы будем говорить о заболеваниях, как тех, о которых я говорил, так и заболеваниях, которые приводят к нейродегенерации, верболезни Альцгеймера, известно, что повреждение этой области коры происходит первично. И только после этого наблюдаются уже изменения в гиппокампе и, соответственно, весь симптомокомплекс. Более того, повреждение происходит избирательно только в определенном слое этой коры. И в зависимости от того, какое из нейродегенеративных заболеваний манифестируется, могут поражаться разные слои. Однако, еще интересный момент, что слои в данном случае нельзя полностью гомоголизировать со слоями новой коры или со стоями, соответственно, гиппокампальной формации. Эта проблема также остается нерешенной. Ну и, также немаловажно является, что в этой области коры недавние открытия привели к Нобелевской премии. Так, вот, несколько буквально лет назад, Мозера и Мозера получили Нобелевскую премию за открытие так называемых клеток-сетки. Понятно, что если мы будем проводить электрофизиологические исследования, для нейронов во многих областях сенсорных можем получить рецептивные поля. Здесь, казалось бы, самая высоко расположенная область, в нейтринальная кора, в нее приходит все уже обработанное, модальности сигнала уже, в принципе, потеряны. Но здесь есть клетки с очень интересными рецептивными полями. Если в 70-х годах было известно, что в гиппокампе, например, имеются так называемые клетки-место, это поле, где находится животное, и, соответственно, каждой точкой, яркостью, отмечена активность этой клетки. Клетка-место, понятно, она имеет рецептивное поле на какой-то части этой платформы. После этого в субикулам обнаружили клетки, которые ответственны за направление головы животного. Тут тоже все понятно. В интернальной коре с субикулами и гиппокампе обнаружили клетки, которые называются так называемыми клетками-границами. Они активируются, когда животное подходит к границам, которые оно не может перейти. А вот в интернальной коре обнаружилась очень интересная закономерность. Есть клетки, у которых рецептивные поля расположены вот так. Это одна клетка, но она будет активироваться здесь, 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 а между ними активации не будет. Если кто-то в 90-х годах играл в классические компьютерные игры, то это очень похоже на шестигранники, тейловые так называемые, которые использовались тогда для передвижения персонажа. И здесь уже понятно, что эта система может использоваться для внутренней навигации. Более того, используя данные клеток направления головы и так далее, могут формироваться как раз рецептивные поля клеток места, и эту информацию можно использовать в дальнейшем. Ну и последнее, почему интернальная кора очень важна, она является интерфейсом между новой корой и гиппокампом. Посмотрите, вот схемка, все, что касается новой коры, находится выше. Дальше две части интернальной коры, так называемая медиальная и латеральная, это для грызунов, для человека немножко другое деление, но они отправляют дальше всю эту информацию уже в гиппокамп. И уже на этом уровне есть функциональное деление. Медиальная и интернальная кора – это где что-то произошло, латеральная – это что, а гиппокамп добавляет сюда еще одну ось измерения – время, когда. Поэтому становится понятно, что да, ее, в общем-то, нужно изучать. Мы изучали ее на перинатальном мозге человека еще по одной причине. Посмотрите, как хорошо она видна на этом этапе развития. Вот срез, который прошел, вот, соответственно, височная область, и вот эта область. Если мы посмотрим на то же самое во взрослом человеке, за счет того, что у нас очень сильно развивается височная доля, это точно как раз отличает от нашего же подвида, Homo sapiens nientaralensis, то эта кора очень сильно сдвигается вперед, она сильно раздвигается, и изучать ее в этом состоянии уже становится сложно. То есть для того, чтобы изучить деление на подполя, деление на слои, каким образом происходит развитие, нам придется идти как раз в пренатальное развитие. Мы брали эту область коры. Соответственно, вот эта часть относится к интернальной коре. Посмотрите, на этом возрасте 22 гистрационные недели, если мы говорим о новой коре, еще нету типичного расслоения. Но для нашей области, период информации, расслоение очень хорошо видно даже на методике Нисля. И чтобы подтвердить, что эти клетки уже достигли своего периода как раз критического развития, можно посмотреть несколько маркерных белков. Один из таких маркерных белков – это маркер, ассоциированный с цитоскелетом, белок ассоциированный с микротрубочками. Понятно, что если миграция завершилась, нужно стабилизировать цитоскелет. Действительно, эта область уже является иммунопозитивной по этому белку. И, соответственно, на основании Нисля, на основании МАПа можно разделить эту область на несколько подобластей. Более подробно, если смотреть, то нас интересует несколько границ. На самом деле, это граница с переринальной корой. Это граница между, условно говоря, то, что у грузунов выделяется как латеральная и медиальная треринальная кора. Это пара и пресубекулярные формации. Ну и, соответственно, дальше уже формации, относящиеся к гипномокомпальной формации. Тем не менее, какие маркеры взять? Понятно, что маркеры, которые нам будут маркировать просто сроки развития, нам не очень подходят. Нам бы хотелось установить гомологию слоев, которые мы видим, со слоями новой коры. Действительно, для новой коры достаточно много есть инскрипционных факторов, которые определяют в данный момент уже судьбу нейрона. Будет ли он нейроном, который будет образовывать колозальные связи, то есть межполушарные? Будет ли он нейроном, который будет образовывать местные связи? Будет ли он нейроном, который пойдет в составе кортикоспинального пути? Или нейроном, который будет дальше связан быть с таламусом? Все эти возможные ситуации можно также рассмотреть с точки зрения транскрипционных факторов. И SATB – это фактор, который верхние слои в основном будут формировать, колозальная проекция. CTIP-2, FESL и остальные – это, соответственно, будущий слой 5. И TBR, SOX и так далее – это будущий слой 6. Здесь нет еще одного фактора, который мы также использовали. Это FOXP2, родственник известному FOXP1, который, в общем-то, нас может отличать и дать нам возможность как раз владения речью. Про него много чего говорили. Это маркер, который будет в слоях со 2 по 4 экспрессироваться. Ну и, соответственно, мы посмотрели при помощи этих белков нашу область на разных возрастах. Получилось, что, в принципе, эти белки нам позволяют разделить, во-первых, границу между парапрессубикулом. Здесь, конечно, не очень хорошо видно, но, если присмотреться, здесь есть красные ядра. То есть, соответственно, это CTIP-2. И зеленое – это TBR-1. Посмотрите, у нас два маркера нижних слоев, они уже различаются на этом уровне. Также, если мы будем говорить о интериальной коре, очень интересное образование. Посмотрите, первый, второй слой. Здесь имеются вот такие патчики-островки из клеток. Тоже клетки, которые будут синтезировать CTIP-2. Ну и на переходе к новой коре, посмотрите, будущий слой 5. Отдельные красные клетки здесь очень хорошо видны. То есть, это позволяет нам каким-то образом говорить о гомологии слоев. Другой набор тоже маркеров. FOX-P1 здесь зеленым и SATB красным. SATB – маркер верхних слоев. Посмотрите, он имеет свою экспрессию в препарасубикуломе. Очень хорошо виден на границе между медиальной и интернальной корой и парасубикулярными формациями. Здесь много SATB. Здесь, соответственно, SATB уже уменьшается. Получается больше FOX-P. И, соответственно, также можно выделить границу между интернальной корой и латеральной медиальной. Кроме этого, мы взяли маркеры кальцийосвязывающих белков. Понятно, что они более выражены для непирамидных клеток. Но, как ни странно, некоторые пирамидные клетки во время своей дифференциации также проходят период, когда они синтезируют кальцийосвязывающие белки. И если посмотреть здесь, посмотрите, в медиальной и интернальной коре у нас есть целый слой таких пирамидных клеток, которые в данный момент синтезируют гальбендин. Я не буду дальше останавливаться на каждый из меток, которые мы посмотрели, и приведу вас сразу же к общей картинке-схеме. Понятно, что на ней достаточно сложно сориентироваться, так как меток много, а цветов мы, к сожалению, распознаем отдельное не очень большое количество. То это, в принципе, только для демонстрации того, что мы можем провести границы на основании этих меток. Посмотрите, как сильно различаются латеральная и интернальная кора и новая кора. Как хорошо видна граница между латеральной и медиальной, и, соответственно, граница между остальными подбластями, между парасубикулом и субикулом, между парасубикулом и интернальной корой и так далее. То есть, в принципе, можно уже попробовать говорить о гомологии каких-то слоев. Однако, сразу хочу обратить внимание, посмотрите, вот этот самый интересный участок, средние слои интернальной коры, к сожалению, не имеет ни одного из маркеров, который бы выделял именно их. То есть, гомология в данном случае прямой, при помощи этих меток получить невозможно. Я буквально остановюсь только на двух наборах меток, которые позволят немножечко лучше эту картину увидеть. Это FOXP1 с 2 по 4 слой должен в новой коре уже дефинитивно взрослого человека маркировать. ТБР1 – это то, что будет маркировать клетки, которые должны связи с таламусом образовывать. И SATB2 – верхний слой. Верхние слои, понятно, что здесь есть возможность провести гомологию с верхними же слоями интернальной коры. Если мы говорим о нижних слоях, здесь тоже можно выразить некоторую гомологию, на всякую, по поводу ТБР. И если мы поставим SATB синим, как и был, но возьмем еще две метки – кальбиндин и цитип, то они позволят также провести границы, но опять же вот эта вот часть остается, к сожалению, не имеющей аналогии НЕССА. НЕОК – артикальными формациями, НЕОК – формациями гиппокампа. Понятно, что можно более дробно бить эти области, пытаться их восстановить. Это мы тоже пытались делать. Но остается все равно под вопросом. То, что нам удалось показать, что да, действительно, у нас нет гомологии между этими слоями прямой. Да, действительно, есть гомология между нижним участком и верхним участком. Но теперь уже есть база для того, чтобы можно было исследовать, каким образом повреждения и критические периоды различных нейронов, находящихся в этой области, могли бы отвечать наблюдаемым явлениям уменьшения, например, этой области при аутизме, уменьшения этой области при нейродегративных заболеваниях, или, как ни странно, увеличению этой области. Понятно, что мы здесь не можем говорить о нейроне гейнезии, здесь его не происходит. Это, скорее всего, связь или еще что-то, например, при физической активности. Спасибо за внимание, за все, что я смог за это время рассказывать. У нас есть время для двух вопросов. Да, пожалуйста. Является признаком нейроники, в общем, как и заболевания. Вы можете привести пример, наоборот, увеличение области, стали об этом говорить, при физической активности, а при каких-то заболеваниях есть? Спасибо, вопрос, очень хороший вопрос. Говорить достаточно об этом сложно, потому что действительно нейронеергенез у нас есть только для человека вообще в одной области подтвержденной, зубчатой извилины. Увеличение, скорее всего, за счет связей. Да, как минимум, некоторые отделы мозолистого тела показаны их увеличение при аутизме. Также показано увеличение толщины коры при некоторых вариантах аутизма в височной области. Это сейчас исследуется. К сожалению, мы не исследовали это более подробно, но, да, действительно, такие данные в литературе есть. Еще один вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, насчет человека понятно. По части медицины имеет приложение и так далее. А делали ли Вы подобные работы или собираетесь ли делать в будущем аналогичные работы для установления гомологии с другими представителями других видов? Спасибо. Более дробные и касающиеся именно интернальной коры. Спасибо за вопрос. На самом деле, достаточно много работ, посвященных интернальной коре, выполнено на грызунах мыши-крысы. Тем не менее, эти работы не позволили все равно решить вопрос о гомологии слоев. Поэтому мы пока останемся на том объекте, который у нас хорошо исследован, так как есть еще целый набор конскрипционных факторов, которые известны в литературе, но мы еще не смотрели. Потому что у нас сейчас задача выявить как раз вот этот средний комплекс слоев. И, в принципе, такие работы можно выполнить на грызунах, продолжить. Но я думаю, что здесь нам соперничать с лабораториями западными достаточно сложно, так как у них больше возможностей. И если посмотреть на количество работ, которые гистологические методы выполняются на этой области, то за последние два года, можно сказать, что они в два раза выросли. Так что я думаю, что мы пока в эту гонку включаться не будем. Спасибо большое, Павел Александрович.